Продолжаем программу. Состоялись заседания Комитета Сената Али Мажлиса, на которых были предварительно рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня предстоящего 18-го пленарного заседания Верхней Палаты Парламента. В фокусе внимания участников заседания профильного Комитета Сената Али Мажлиса находилось осуществление парламентского контроля за исполнение мероприятий по реализации специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 мая 2018 года об объявлении региона Приоралья зоны экологических инноваций и технологий. Для решения задач определенных резолюций принято постановление президента, которому утверждена дорожная карта на 2021-2024 годы. Она включает 71 мероприятие по 7 направлениям. Они озвучены основные цифры. Это порядка 900 проектов, которые выполняются в зоне Приоралья. Они все связаны с улучшением состояния окружающей среды, улучшением показателей здоровья жителей Приоралья и направлены на то, чтобы те меры и усилия, которые начаты последние 3-4 года в этой зоне, принесли ожидаемые плоды. В ходе заседания Комитета Сената Алимажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта рассмотрены результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет министров, о проблемах, возникающих в процессе широкого привлечения населения, особенно молодежи, к занятиям физической культуры и спорта. В рамках реализации задач определенных соответствующих указей постановлений главы государства организовано более 56 тысяч массовых спортивных мероприятий по бегу, ходьбе, велоспорту, бадминтону, стритболу, воркауту и другим видам спорта, в которых приняли участие 4 миллиона 700 тысяч человек. Наряду с проделанной работой отмечены имеющие место недостатки, в их числе отсутствие четких критериев учета вовлечения физическую культуру и спорт, нехватка велосипедных, прогулочных и беговых дорожек в ряде Махалей-Ташкентской, Новоиской, Сурхандаринской, Харизмской областей, неэффективное управление спортивными объектами на основе государственно-частного партнерства. Высказанные предложения и рекомендации призваны устранить озвученные недостатки. На заседании комитета по вопросам обороны и безопасности рассмотрены законы об установлении дня сотрудников органов службы государственной безопасности Республики Узбекистан, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан о всеобщей воинской обязанности военной службы. По итогам обсуждения проведен семинар на тему обороны и безопасность, приоритетные направления независимой государственной политики. Комитетам по вопросам информационной политики и обеспечению открытости в государственных органах предварительно заслушана информация директора Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан о состоянии исполнения актов законодательства в данной сфере. В целях коренного ее реформирования принят указ президента о мерах по кардинальному совершенствованию системы ведения учета земли и государственных кадастров. В документе определены комплексные задачи по развитию отрасли на основе передового опыта внедрения новой системы управления, полному ведению и цифровизации учета земель. Согласно новой системе в структуре налогового комитета создано Агентство по кадастру. С момента его создания... Определено более 354 тысячи объектов недвижимого имущества и бюджет начислено более 468 миллиардов сумм. Кроме этого, Агентством по кадастру создается виртуальная станция по приему космических снимков из зарубежных компаний, имеющих свои спутники. По материалам космических снимков будет внедрена система по определению земельных нарушений, самовольных захватов земельных участков и незаконных построек. Вместе с тем, проведенное изучение выявило системные недостатки в деятельности Агентства, в том числе коррупционную составляющую. Сенаторами были высказаны мнения и предложения по дальнейшему усилению мер, направленных на организацию системной работы в сфере кадастра, по предупреждению случаев, вызывающих общественный резонанс. По всем рассмотренным вопросам принято соответствующее решение комитетов. Продолжение следует...